Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Галины Смирнова. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Дорожные войны. Госавтоинспекция подвела неутешительные итоги выходных. Экология жизни в Центре правовой информации Библиотека Крашенинникова прошел круглый стол, посвященный защите окружающей среды. Все флаги в гости будут к нам. В Магнитогорске состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата мира по хоккею среди юниоров. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Ситуация на дорогах Магнитки по-прежнему остается напряженной. В период с 20 по 22 апреля сотрудниками ГИБДД было задержано 13 человек, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более 10 водителей сели за руль, не имея прав на управление. Также за трое суток на территории города произошло 48 ДТП. В одном из них пострадал ребенок. Евгения Салхудинова расскажет подробнее. Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло 20 апреля в 13.15 на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Гагарина. Девочку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора, сбил автомобиль Kia Sorento, за рулем которого находился мужчина 63-го года рождения. В результате наезда пешеход-девочка 2007 года рождения получила телесные повреждения. Пострадавший назначен амбулаторное лечение. Водитель, совершивший наезд, с места ДТП скрылся. Силами сотрудников госавтоинспекции в течение 6 часов указанный водитель был установлен и привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Остановление водителем места ДТП, участником которого он явился, согласно Кодексу, влечет за собой лишение прав на управление автомобилем сроком до полутора лет, либо административный арест на 15 суток. Несмотря на предусмотренное в подобных случаях наказание и по-человечески непонятен поступок водителя, мужчина даже не попытался узнать, насколько тяжело пострадал ребенок, которого он сбил, и не нужна ли девочке медицинская помощь. Как он позже пояснил сотрудникам полиции, с места происшествия уехал, потому как посчитал, что особого вреда ребенку не причинил. Еще одно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Магнитогорске в прошлый четверг. 19 апреля около полуночи водитель, мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следовал в районе дома номер 218 по проспекту Карломаркса, где совершил наезд на пешехода, переходившего в проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате наезда пешеход-женщина 1975 года рождения получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Всего же с начала года в Магнитогорске на дорогах уже погибли пять человек. Это ровно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. Пострадавших же по сравнению с 2017-м чуть меньше 86 человек против 97. В большинстве случаев причиной происшествий явилась высокая скорость и банальная человеческая невнимательность. Евгения Солхудинова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Работа без посредников, зарплата официальная, соцпакет гарантированный. Государственная автоинспекция объявляет о наборе сотрудников. Желающие носить погоны будут служить в отдельном батальоне дорожно-постовой службы. Именно в этом подразделении требуется пополнение личного состава. Каковы требования к потенциальным инспекторам ДПС, выясняла Елена Тимофеева. В любую погоду и в любое время года на работу Михаил Савельев всегда идет как на праздник. В ярком жилете и с жезлом в руках он уже полтора года. О том, что служба и опасна, и трудна, слышал еще с детства. Но ни девятичасовая трудовая смена, ни работа в ночь и даже по выходным, его желание быть инспектором ДПС не изменяют. В ГИБДД я еще мечтал с детства, со школьной скамьи. Сразу мечтал, говорю, как закончу школу, поступлю на высшее образование, чтобы поступить в органы внутренних дел, именно в госавтоинспекцию. Таких, как Михаил, крепких и целеустремленных молодых людей сегодня с нетерпением ждут в местной ГИБДД. Отдельному батальону ДПС требуется пополнение, а закон о полиции гарантирует очень выгодные условия работы. Зарплата стабильная, растущая в зависимости от выслуги лет. Образование в системе МВД бесплатное, медицинское обслуживание тоже. Стаж льготный, один год службы считается за полтора. На максимальную пенсию можно претендовать через 20 лет службы. Требования к кандидатам – это граждане Российской Федерации, возраст до 35 лет. Годные по состоянию здоровья и деловым качествам, как от службы в органах внутренних дел, не имеющие судимости. Наличие водительского удостоверения категории «Б». Образование высшее или средне-специальное и юридическое. Трудоустройство в органы внутренних дел – процесс длительный. Военно-врачебная комиссия, общение с психологом, тестирование на детекторе лжи и проверка родственников. Все вместе занимает от 3 до 6 месяцев. Молодых людей, мечтающих охранять порядок на дорогах города, ждут в местном отделении ГИБДД. Сегодня в штате отдельного батальона дорожно-постовой службы 152 сотрудника. В планах руководства ГИБДД принять на работу еще не менее 20 человек. Поскольку требования к потенциальным работникам очень высокие, компания по приему на работу продлится очень долго. Ирина Тимофеева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. В Центре правовой информации библиотека Крашенинникова прошел круглый стол, посвященный экологии. Представители Магнитогорских природоохранных организаций рассказали участникам встречи с школьникам и студентам о состоянии дел в Челябинской области в сфере защиты окружающей среды. Продолжит Юлия Никифорова. Участники круглого стола по теме экология жизни получили много новой информации. К примеру, узнали, что наш магнитогорский кластер производит в год более миллиона двухсот тысяч кубических метров всевозможных отходов. Что Челябинская область, включая магнитку, в последние годы активно приступила к формированию цивилизованной системы обращения с этими отходами. В нашем городе планируется строительство современного мусоросортировочного комплекса. Что новое? В первую очередь, это деятельность регионального оператора. Вы все заметили, наверное, что появилась у нас на территории кластера такая организация, как Центр коммунального сервиса, которая избрана региональным оператором на территории магнитогорского кластера. Эта организация занимается полностью вопросами организации деятельности с твердыми коммунальными отходами. Представители природоохранной прокуратуры рассказали слушателям о борьбе с несанкционированными свалками на территории города и в целом об экологической ситуации в Челябинской области. Сейчас сложилась у нас ситуация интересная, что, по сути, состояние атмосферного воздуха в плане его загрязнения соответствует 1998 году, то есть году, когда в стране был жуткий кризис, производство встало и, соответственно, были тяжелые условия. Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время как такого остановления производства не наблюдается, значит, видимо, произошли какие-то качественные изменения, способствующие улучшению общего состояния в атмосфере. Свой вклад в защиту экологии может внести каждый. Организаторы «Круглого стола» призвали молодежь активно включаться в санитарную уборку города, а также голосовать за родную магнитку на сайте Аллеи Славы. Напомним, это озеленительный проект, города-победители которого получат партии саженцев деревьев. Юлия Никифорова, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. О культуре. В Магнитогорской картинной галерее открылась персональная выставка живописи одного из самых неоднозначных и обсуждаемых местных художников – Владимира Некрасова. Она включает в себя работы разных лет, в том числе и новые произведения. Посетил необычную экспозицию и попытался хоть что-то понять наш коллега Павел Зайцев. Владимир Некрасов хорошо знаком магнитогорской публике в связи с активной выставочной деятельностью провокационного характера. Его работы в составе групповых экспозиций появлялись в картинной галерее с начала 90-х, а затем были регулярные персональные выставки, последние из которых в 2015 году. Полотна для экспозиции «Лив-2018» художник подбирал сам. Каждая из 32 работ – это законченная мысль, внутренняя реакция на нисходные явления реальной жизни, точка зрения, выраженная через материал, а также платформа для сотворчества. Мы хотим, прежде всего, настроить зрителя на то, что описывать работы не следует. То есть на некое безоценочное восприятие искусства. Встать напротив картины, подумать, посмотреть, поразмышлять, почувствовать. Самым старым работам более четверти века, но есть и совсем новые. Некоторые выглядят монументально и внушительно, другие очень лаконичны. Вот это, например, называется «Я не знаю», о чем красноречиво говорит и немецкая фраза «Ich weiß nicht». А вот это названо по-английски «intention and cavity». Первое слово означает «намерение», второе – «полость». Что ж, полость на картине присутствует. Намерение персонажа тоже не вызывает сомнений. А вот что хотел сказать автор, каждый решит сам. Вообще художник никому ничего сказать не хочет. Он работает, творит. Это доставляет ему наслаждение, удовольствие. А то, что получилось, ну, пусть оценивают зрители. Некрасов, похоже, действительно не хочет никому ничего сказать. Он в очередной раз эпатировал почтенную публику тем, что на открытие собственной выставки не пришел. И мотивировал это тем, что кто-то на экспозиции был бы лишним, либо он сам, либо его картины. Вместо себя творец оставил клон – своеобразный автопортрет, выполненный на картонной коробке. Впрочем, обратная связь тоже предусмотрена. В коробке проделано отверстие для отзывов. На помощь организаторам пришли и высокие технологии. Для тех, кто все-таки желает больше разобраться в таких вот авторских теориях и концепциях, на выставке запущено приложение «Артефакт». Это приложение дополнительной реальности, когда каждый человек, имеющий смартфон, сможет узнать дополнительные авторские комментарии о работе. Выставка «Лив-2018» продлится до 18 мая. Павел Зайцев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. В краю Магнолий, Баба Яга, на острове Буяне эти и другие неувидающие хиты прозвучали на юбилейном концерте легендарной уральской группы «Ариэль», который состоялся во Дворце культуры металлургов имени Сергу Арджоникидзе. Вместе с залом артистам подпевала и наша съемочная группа. Нашей молодости, нашей юности группа, хотим услышать твои старые песни. А какие, например? Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. С удовольствием вспоминаем, говорю, и Борю Каплуна, и Станислава Гепа, и Валерия Ярушина. Все песни, в общем-то, все знаем, поем их до сих пор. А что, 50 лет уже, что ли? А как быстро время-то пролетело, Господи, вот только вот, вот, вот. В этом году легенде 70-х, 80-х вокально-инструментальному ансамблю «Ариэль» исполняется 50 лет. Свой полувековой юбилей музыканты решили отпраздновать широко, большим туром по городам и весям Челябинской области. Магнитогорск в этом списке оказался одним из первых. Вечер концерта зал дворца Женикидзе был заполнен под завязку. Мы просто в эту программу поставили произведения из разных эпох «Ариэля». И с советской эпохи, и с постсоветской эпохи, когда мы уже влились, так сказать, в рынок. Ну и не только, и, конечно, основные хиты все будут. Никаких посторонних, так сказать, компьютерных вариантов. Все будет как раньше, все живьем, все ручками, все голосами. Совершенно верно. И впервые вообще за последнее время, так-то мы последнее время работаем четвером на сцене. Впервые мы работаем шестером. Мы выходим второй раз на сцену вот в полном составе шестер. С этой программой, да. С такой программой. Группа часто обращается к русскому фольклору. Одни из самых известных песен – «Порушка паранья», «Баба-яга». На счету «Ариэля» ряд концептуальных сценических постановок, рок-опер, в том числе «За землю русскую», «Мастера», сказания об имени Яне Пугачеве. В разное время «Ариэль» работал в разных стилях, однако жанровой основой ансамбля всегда был русский вариант фольк-рока, подразумевающий обработки или стилизации популярных русских народных песен. Нередко ансамбль исполняет песни, акапелла или под аккомпанемент акустических инструментов. Замечательный кусок, вот он мне ужасно нравится, это амплакт, это без инструментов, акустические инструменты будут, флейточка, маленький барабанчик будет, гитарка будет. Это тоже такой кусок, я думаю, что хороший кусок в нашей жизни, когда мы ездили в Германию и записали вот такую пластинку в России, но был из Германии немец, он пригласил нас с этой пластинкой туда, для того, чтобы мы дописались там. И мы с этой пластинкой сколько мы ездили? Ну, лет, наверное, 12, да, 15. Каждую песню зал встречал аплодисментами. Зрители подпевали любимым мелодиям, вспоминали юность, впрочем, была в зале и молодежь, а значит, творчество группы до сих пор актуально. Это люди с хорошим вкусом, они стараются прививать своим детям тоже хороший вкус, и поэтому мы часто видим совсем молодых в зале. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Расширенный материал о юбилейном концерте смотрите в ближайшее время в эфире нашей телекомпании в программе «Культура в плюс». Станислав Юдин, Владислав Гусев, телекомпания ТВ. В Магнитогорском театре оперы и балета продолжает работу международный фестиваль «Вива опера». Во второй фестивальный день зрителям была показана знаменитая травиата «Верди». Ее представили дирижер Академии Санта Чичеллия Марко Риверелли и трое итальянских солистов. Один из них, тенор Роберто Креско, в отличие от других исполнителей, не проходил специального отбора в Риме. Как певец именем он получил специальное приглашение. Однако фортуна в этот вечер улыбнулась совсем не ему. Для Магнитогорского фестиваля травиата – опера особенная. Десять лет назад именно в этот спектакль был введен первый приглашенный солист из Италии Жан-Лука Пазолиния. В город Металургов он приехал на свой страх и риск, впервые сумев собрать настоящий аншлаг. Именно тогда и произошло настоящее рождение оперного фестиваля. Травиата до сих пор остается самой востребованной его оперой, традиционно собирая самый сильнейший состав. Насколько серьезно организаторы подошли к отбору солистов, журналистам рассказала директор виво-оперы Елена Баканова. Из-за неотложных дел на фестиваль Анна и Рафаэля Маскала должны были приехать чуть позже, поэтому первая их пресс-конференция была в онлайн-режиме. У нас, в принципе, не было больших расхождений в решениях выбора певцов. Поэтому я думаю, что мы выбрали правильные не только тембры, голоса на продукцию, но также и характерные особенности каждого персонажа. Решив познакомить магнитогорцев с подлинным звучанием Верди, на фестиваль организаторы привезли не только солистов, но и именитого дирижера Мирка Равирелли. Нам на самом деле очень почетно, что такой мастер, такой дирижер, приехал к нам в театр. И нам очень действительно это полезно, поскольку это носитель итальянской культуры, итальянских традиций, итальянской специфики. Одним из главных открытий этого вечера должен был стать известный итальянский тенор Ромберто Креско. Именно он обещал представить магнитогорцам совершенно новое прочтение партии Альфреда. Однако перед спектаклем выяснилось, что местный климат с вязком Роберто не подходит категорически. Вспомнив, что в таких случаях суеверный Повороте отправлялся на поиски Кривого Гвоздя, Роберто Креско решил сделать то же самое. Кривой Гвоздь по вороте носил с собой, говорит Роберто, чтобы спектакль прошел хорошо. Это такая театральная примета. Однако показать всю красоту этой теноровой партии Роберто в этот вечер так и не смог, уступив пальму первенства итальянской солистке Чинце Чентунца. Как выяснилось, драматическая интерпретация партии Виолетте сделала ее одной из самых лучших исполнительниц в Европе. Причем в репертуаре Чинце эта партия появилась совершенно случайно, около 10 лет назад. Это очень сложная партия, и в Италии к ее исполнению готовятся годами, говорит Чинце. Так получилось, что мне доверили ее спеть на одном из фестивалей. Моя трактовка этого образа очень понравилась, и с тех пор я стала специализироваться на этой партии. Над этой партией Чинце пришлось очень много работать не только в вокальном плане, но и в психологическом. Травиата – это история неудавшейся любви куртизанки Виолетты и представителя высшего общества Альфреда. Чтобы передать весь драматизм заложенным авторам, нужно было вырасти внутренне, и у Чинце это получилось. Ее вокальную трактовку этого образа магнитогорцы приняли на ура. Такую же высокую оценку получило выступление китайского баритона Чепанго Тхана. Он исполнил партию «Жермона» отца Альфреда, буквально очаровав публику своим очень богатым бархатным тембром. Уже не первый раз на травиате, все равно пошли. С удовольствием, очень нравится. Ну, мы в восторге от Виолетты, голос исключительный. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания «ТВИН». О новостях спорта через несколько секунд. В самом разгаре чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет, который проходит в двух городах – Челябинске и Магнитогорске. Напомним, этот турнир стартовал еще 19 апреля и продлится по 29-е. В пятницу перед матчем Канада-Белоруссия состоялась официальная церемония открытия чемпионата. Ее свидетелем стала наша съемочная группа. Новость, что Магнитка станет городом, где пройдет чемпионат мира среди юниоров до 18 лет, едва ли вызвала большое удивление. В России городок, где настолько сильные традиции и настолько развита школа, можно пересчитать по пальцам. Не говоря уже о том, что именно Магнитогорский металлург был и остается самым титулованным клубом в истории современного российского хоккея. А наши воспитанники становятся топовыми игроками в лучших мировых лигах. Я очень рад быть здесь в Магнитогорске. Признаюсь, не собирался уезжать из России, пока не посещу Магнитогорск. У вас здесь прекрасная арена для хоккея и для Международной Федерации хоккея – большая честь быть здесь. Мы очень рады, что городами проведения стали именно Магнитогорск и Челябинск. В этих городах играют действительно будущие звезды. Челябинск и Магнитогорск – это два хоккейных города, и Международная Федерация рада с ними сотрудничать. Даже несмотря на то, что матчей с участием сборной России у нас не будет, чемпионат мира вызвал большой интерес у горожан. Еще бы! Увидеть, как играют североамериканцы, сборная США и Канады, или скандинавы, команда Швеции, дорогого стоит. И пусть пока они венюры. Всего через несколько лет многие из этих ребят точно станут суперзвездами. Наш город достаточно высок спортивным духом, и все-таки небезразлично то, что проходит. И вот сам такого уровня соревновательный процесс, он заинтересовал многих. Это мы ощущаем не только по полному залу. Я вообще-то это ощущаю и при встречах с коллективами, встречаясь с людьми. В общем-то, это все горячо обсуждаемо, и интерес на самом деле здоровый. В Магнитогорске пройдут матчи группы А, которые включают в себя сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. В областном центре сыграют Россия, Финляндия, Словакия, Чехия, Франция. Там же пройдет полуфинал и финал. Всего чемпионат мира длится полторы недели. Однако ради этого в области была проделана колоссальная работа. Все это время мы сотрудничали как с Международной Федерацией, так и с Федерацией Хоккея по России. И благодаря только совместным усилиям мы считаем, что все детали учтены в организации. Потому что мелочей, как правило, в таких соревнованиях не бывает. Для Магнитогорска принимать турниры высокого уровня не впервой. Достаточно хотя бы вспомнить Сурдолимпийские игры. А любые значимые спортивные события позитивно влияют не только на имидж города, но и на здоровье населения. В общем-то наша цель, конечно, это чтобы наше население было здоровым, чтобы оно было заинтересовано. Наша цель – спорт продвигать. Любого уровня вот такого соревнования, которое мы проводим, будь то танцы или хоккей, или лыжи. В общем-то это все очень здорово влияет в целом на городскую соревновку. Сразу после церемонии открытия состоялся матч между Канадой и Белоруссией. Команды ринулись с места в карьер и уже на второй минуте североамериканцы открыли счет. Это игра подарила болельщикам множество интересных моментов и запоминающихся голов. В итоге сборная Канады победила с разгромным счетом 8-3. Елена Ткач, Павел Берсенев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisyn.ru. А впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 24 апреля. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным Бюро погоды, 24 апреля в городе ожидается пасмурная погода. Утром возможен переохлажденный дождь, днем без осадков. Ветер западных направлений 4-6 метров в секунду. Отдельные порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-1 градус, днем 3-5 градусов выше нуля.